Привет! Вот, иду домой, зашла. А вас всех с наступающим, друзья! Послушала я своих зрителей, друзья, и пошла по тем местам, где я встретила своего чудесного фермера. Помните, я ему рассказывала. Так вот, вы знаете, вот здесь вот его место, где он своих обихаживает, овечек этих. И видно, что он здесь тоже опять совсем недавно был. И я немного опоздала. Я вот вечером уже приехала гуляю. Ну вот, даже и не знаю, как мне быть теперь. Есть ли возможность его здесь увидеть? Стоит ли мне здесь гулять каждый день в надежде, опять же, встретить его? И я, кстати, уже знаю его машину. Вот она, старенький такой какой-то джип, да? Или как называется, типа нашего УАЗика, или типа американского джипа. Вот здесь он живет, и вот это вот его машина. Она бывает здесь стоит. Если стоит, значит, он здесь приехал. А это как раз вот пастбище тоже моего фермера, знакомого. Моего, я продолжаю его прямо называть своим. Вот, и видите, он здесь какие-то новые загородки поставил. Он здесь поменял много. Вот и деревья тут спилил кое-какие. Так что хобби свое он не бросает. Продолжает ухаживать за своими овечками, барашками. Хотя, конечно, каждый день у нас погода все лучше и лучше. В апреле сейчас сплошь все зацветет, красота. И погода 19-20, поэтому только гуляй. Ну, не знаю, есть другие места для прогулок. Когда еще я опять сюда вернусь, на эту ферму? Она не так и близко от моего дома. Вы посмотрите, я не могла мимо пройти. Вот они уже ягнятки. Ягнятки молоденькие, новые, народились. Да. Представляете? Ну, сейчас у фермера моего знакомого будет много работы. Я представляю. Потому что это именно его овцы. Посмотрите, там и дальше все эти овцы матки. И рядом с ними маленькие ягнятки. Да. Так что вот, фермеру теперь, наверное, вообще не до прогулок, не до влюбленности и не до меня. Друзья, забыл, забыл, совсем позабыл. Такая тоска. Ой, друзья мои. Я, вы знаете, продолжаю ведь читать все комментарии, которые вы мне пишете. Вот меня уже сколько раз говорили. Да побереги ты свои нервы. Зачем же ты все это читаешь? Это очень-очень сложно через себя пропускать. Люди бывают разные. Люди бывают неадекватные даже. И несмотря на все мои фильтры, ну вот просачиваются иногда, понимаете? Некоторые воспринимают просто очень агрессивно то, что я вот вам рассказываю, как я ищу мужчину. Ну, я только понять не могу. А что здесь такого ужасного? Ну, просто кто-то это, может быть, молча делает. Нету канала, чтобы об этом рассказывать. А у меня вот есть канал. И почему бы мне об этом вам не рассказать, с вами не поделиться? Мне кажется, что это вполне резонно. Вполне разумно. Я тут буквально два дня назад вам показывала видео об одиноком испанце. Очень симпатичном мужчине, как вы заметили, да? Ну и у меня опять же многие спрашивают, а вы, Галина, что же вот сами-то теряетесь? А вы же тоже не хватаете? А вы его скорее хватаете? А вы его хомутаете? Ну, я не могу. И, понимаете, получается так, что, наверное, потому что я вот рассказываю вам о том, что я в поисках мужчины для дальнейшей жизни, так вот люди и думают, что я, в общем-то, понимаете, первого попавшегося сразу же тут и схвачу. А вот и нет, вот и не угадали. Я девушка разборчивая, и, наверное, поэтому так и трудно мне мужчину найти, что у меня в этом поиске очень высоко поставлена планка, что мне мужчина нужен тот, который действительно мою жизнь сделает лучше, украсит моё существование. Ну, здесь, конечно, знаете, нужно тоже какие-то понимать пределы и рамки возможного, и потом, что надо давать всё-таки скидку, наверное, на возраст. Но не хочется этого делать. Вы же понимаете, что всё равно наше тело бренное, оно потихонечку стареет, а душа-то, она остаётся такой всегда молодой, как и была. Я вспомнила песню Вот и встретились два Одиночества Развели у дороги костёр А костру Разгораться не хочется Вот и весь, вот и весь разговор Извините за исполнение, конечно, но вы знаете, что петь я люблю, нам песня строить и жить помогает. И я почему эту песню вспомнила, и почему я вам её немного спела, да потому что там как раз и говорится вот об этом. Ну, это я своё видение всей этой истории вам пытаюсь рассказать, друзья. У каждого, конечно, оно своё, но я говорю вам о том, как я это воспринимаю. Вот смотрите, встретились два Одиночества И развели у дороги костёр, да? Ну, вы слышали. А костёр не зажигается. Так вот почему? На мой взгляд, ведь не просто человек встречается и ищет себе пару, ищет другую, какую-то родственную душу, родственную натуру. Именно потому, чтобы внести какую-то свою лепту, свой интерес, свои знания, свои возможности внести в другую жизнь, принести человеку, которого ты ищешь, что-то интересное тоже. Не просто, чтобы, знаете, встретиться и заполнить пустоту, а костёр-то, он так не разгорится. Нужно, чтобы каждый человек привнёс что-то новое в отношения. Вот тогда получится то именно, что каждый и ищет. Я снимаю вам постоянно английские улочки красивые где-то, и брожу с вами по улицам, и не устаю всё равно для вас всё это снимать. Во-первых, знаю, что у меня много любителей Англии на моём канале обитает. А во-вторых, всё-таки, понимаете, кажется мне, что что-то новое всё равно мы с вами увидим, что-то интересное смогу вам показать. Вот так вот, как сегодня, например. Ну и попутно люблю же я с вами за жизнь поговорить. Помните, у нас такие были с вами прогулки-болталки? Что-то давно-давно уже их не было. Отвлекаюсь то на одно, то на второе, а поговорить-то мне хочется. И хочется услышать ваше мнение. Когда я с вами делюсь какими-то своими размышлениями, мне, конечно, бы хотелось услышать и вас, чтобы это у нас был всё-таки диалог. И знаете, диалог не агрессивный, не навязчивый, не обидный диалог, не поучающий, а вот какой-то такой диалог на равных всё-таки. Ну, я надеюсь, что вы понимаете, о чём я говорю. Я вот ещё, знаете, о чём хочу с вами поговорить, друзья? Я хочу у вас узнать. А что вы думаете о мужской красоте? Нравятся ли вам красавцы-мужчины? И влияет ли внешность мужчины, его привлекательность на ваш выбор? И что вот у вас, например, в приоритете? Потому что многие же пишут, что ой, там вот фермер ваш, ой, он такой красавчик, ой, он похож на Ричарда Гира. Ну, значит, тогда давайте, берите, хватайте. В чём-то, конечно, женщины правы, правы. Внешность играет огромную роль. Но вот для меня, например, в мужчине главное — это его ум, его интеллигентность, его просвещенность. Вот, наверное, даже можно сказать, как искромётность ума. Я мужчин обожаю с ясным умом, знаете, быстро соображающих. Ну, вот для меня, например, бывают такие увольни, такие какие-то туго-думы, даже если он красавчик. И я вот, кстати, вспомнила в связи со всем этим. И ещё одного мужчину хочу вам показать. Вспомните, друзья, вот эту фотографию. Кто этот здесь у нас? Это Дэвид. Да, Дэвид. Странным образом, вы знаете, вот моё видео об этом мужчине, о Дэвиде, оно как-то, вы знаете, очень много просмотров набрало. Это, конечно, хорошо для меня. Но вот Дэвид, он какой-то такой неказистый, незамысловатый, неинтересный мужчина, абсолютно блёклый. Ещё и такой, вот знаете, который ищет только лишь свою выгоду в любых отношениях. Но я помню, когда я эту фотографию показала, там женщины некоторые очень возбудились. Они написали, что, боже мой, как это вы там на этой фотографии, как мать с сыном, да вы такая старая, да вы такая страшная. А мужчина Дэвид просто красавчик. Ох, женщины-женщины со своими острыми язычками, подумала я тогда и не стала вам особенно оспаривать эту историю. Ну да, на самом деле Дэвид моложе меня больше, чем на 10 лет. Но я бы не сказала, что на этой фотографии прям уж так это всё заметно. И не хотелось мне показывать вам другие фотографии Дэвида, которых он мне прислал в огромном количестве, я помню. А сегодня я свой разбирала архив, удаляла там ненужное, потому что слишком память уже заполнена на компьютере. И нашла эти фотографии. И хочу вам их сейчас показать. Это тоже Дэвид. И это, ну, через год, по-моему, после нашей первой встречи, после той фотографии, которую я показала вначале. Вот, посмотрите. И ещё здесь он в хорошем таком наряде, в хорошем прикиде серьёзном. Вот такой вот замечательный Дэвид. Хочу, чтобы вы увидели. Я-то Дэвида воочию видела и знаю, и понимаю, что представляет из себя этот мужчина. Но я почему его вдруг вспомнила? Вспомнила весной, в апреле месяце. И вы знаете, с упорством, достойным лучшего применения, Дэвид опять вышел со мной на связь. Опять мне стал писать, звонить и спрашивать, что я, не забыла ли я его, как у меня дела. И вот, что он собирается в очередной раз в отпуск. А что будет, если он заедет к нам на остров Уайт? Представляете, мужчина, да? Вот ему, конечно, нравится отдыхать на острове Уайт, но он хочет, чтобы это обошлось ему подешевле. И он хочет, чтобы я его пригласила. Вот уже который год, как только наступает весна, Дэвид начинает напрашиваться ко мне в гости. Но вы же помните тоже историю? Дэвид живёт в Лондоне. У него там есть свой дом неплохой. Фотографии даже где-то показывала я вам. Ну, мне не нужен этот Дэвид ни с его домом, ни вообще. Да, ну и ещё. Вот я хотела у вас узнать, как вы относитесь к мужской красоте и влияет ли она на выбор ваш. Ну, наверное, я покривила душой, сказав, что мне не важна красота мужчины. Нет, друзья, внешность мужчины, конечно же, тоже играет определённую роль. И вспомнив Дэвида в очередной раз и глядя на его эту фотографию, я поняла, что нет, вот такой красавец мужчина. Мне не нужен даже с его лондонским домом. Вот такие у меня сегодня для вас истории, друзья. Я жду от вас ваши рассказы о поисках мужчины, что для вас является главным, когда вы ищете мужчину. Ну и вообще, пишите, друзья, всё, что вы думаете по этому поводу. Не забудьте поставить лайк этому видео. Не забудьте подписаться, те, кто ещё не подписан. А я на этом с вами прощаюсь. Берегите себя в это трудное время. Всего вам доброго. Всем пока-пока. Субтитры подогнал «Симон»